с этим калькулятором можно вязать хоть миллион раз придумывая все новые и новые модели своим футболкам с вами юлия и мой факультет рукоделия девочки приветствую вас на мастер-классе по вязанию футболки кто еще не с нами переходите по ссылке под этим видео и так девочки давайте разберемся что за калькулятор и как с ним работать мы видим изначально первую табличку это у нас плотность вязания и на прошлом уроке мы с вами связали образцы высчитали петельную пробу вот сюда ее и заносим долго останавливаться на этой табличке не буду так дальше вот такого силуэта у вас будет футболка то есть здесь будет расширение здесь выполнен скос плеча рукавчики кстати рукавчики вы можете заменить на планку резиночкой здесь точно так же свою обработку по горловине можете выполнить такую какую вы придумаете и по низу точно так же калькулятор здесь не учитывает вот эту вот планку поэтому если вы решили связать например 10 рядов резинкой то из общего количества рядов которые вам посчитает калькулятор вы вот эти 10 рядов резинки вычтите то есть они у вас будут в том числе и так давайте разбираться как нам снять мерки первая мерка ширина изделия по низу вы можете взять свою футболку вот например эти параметры у меня занесены для футболки детской которую я вязала племянницы так вот я просто взяла ее футболочку в которой она тут бегала измерила ширину футболки поставила сюда 35 сантиметров так следующий параметр у нас расширение кверху либо вот скобочках я тут пишу спущенное плечо то есть расширение кверху это означает вот отсюда у нас пойдет расширение и она у нас сформирует вот это вот спущенное плечо то есть шовчик у нас будет не где-то вот здесь а вот так вот опустится хорошо и в зависимости от того насколько широкую в футболочку для себя захотите вы можете поставить вот этот вот параметр чуть больше либо чуть меньше то есть для своей футболки я также выбирала 10 сантиметров и у меня футболка сама по себе большого объема то есть такая оверсайз на и у маленькой футболки она в принципе не очень большая вот это вот ширина поэтому также я здесь оставила 10 сантиметров и получилось очень даже неплохо то есть вы можете прибавить вот к этой ширине 10 сантиметров приложить вот сюда вот где-то вот в этих местах сантиметровую ленту и посмотреть на каком уровне примерно у вас получится вот эта линия плеча и уже от этого плясать сколько здесь прибавить сантиметров дальше вырез горловины по спинке у меня три сантиметра то есть у нас футболка в принципе достаточно все здесь должно быть открыто это не зимний какой-то свитер вырез горловины по полочке я ставлю 5 сантиметров длина изделия кстати вот футболочка детская была достаточно длинная перемирила уже на ребенке длину изделия и решила что вот мое изделие не должно быть таким длинным как те футболки которые выпускаются производителями но вот эти вот обыкновенные футболки спортивного типа то есть по спинке к седьмому шейному позвонку мы представляем сантиметровую ленту и опускаем до того уровня насколько мы хотели бы видеть длину своего изделия вот этот параметр у нас будет длина изделия ширина проймы это у нас вот это место вы также его определяете самостоятельно то есть у детского изделия сделала 13 сантиметров но там в принципе можно будет подкорректировать но вот с учетом того какую цифру вы здесь поставите там в калькуляторе будет указан ряд в котором нужно будет поставить маркер вот в этом месте чтобы нам потом не заблудиться и не искать это место для проймы то есть на всех деталях на полочке на спинке у вас будут стоять маркеры и уже не надо будет отсчитывать что-то отмерять на обеих деталях чтобы это было ровно и так далее то есть калькулятор вам все тут предусмотрит поставите маркер и без проблем здесь и рукавчика наберете петли для рукава и боковой шов вот этот вот выполните это сократит опять же время затраченное на работу так длина рукава как видите у меня здесь два сантиметра то есть я вязала здесь планку резинкой на своей футболке я оставила длину рукава 10 сантиметров так скос плеча у меня 3 сантиметра вот смотрите вырез горловины по спинке 3 сантиметре скот скос плеча 3 сантиметра вот чтобы у вас совпадали вот эти ряды хотя бы в спинке до чтоб не отдельно их тут вывязывать ставьте здесь одинаковые циферки ну если что-то не задумывали такого грандиозного да и у в одном и том же ряду у вас будет начинаться и скос плеча и вот здесь вот вырез горловины вязать немножко легче просто так обхват горло у основания вот в детской футболке оставлю 30 сантиметров в своей оставила 40 сантиметров то то есть нам не нужно здесь горлышко в обтяжку как я уже говорила этот параметр у нас просто участвует в расчетах это не значит что ваша горловина будет именно 30 сантиметров то есть просто свободно приложите к к основанию горло сантиметр и посмотрите что у вас там получилось и когда все параметры здесь будут указаны да и плотность вязания и ваши мерки калькулятор вам сделает расчет вот видите здесь в ячейках в красных появились циферки то есть это уже будут цифры для вашей футболки потому что вы зададите здесь в калькуляторе параметры которые хотите связать именно вы и так с этими цифрами здесь выйдет вам и описание футболки то есть изначально мы вяжем спинку набираем на спицы столько-то петель провязываем столько-то рядов то есть здесь я также указываю нижний край изделия можно оформить по вашему желанию планкой резинкой или платочной вязкой например как я это сделала и в этом случае ряды планки нужно с минусовать из общего количества то есть они будут вот в том числе в следующем ряду мы начинаем делать прибавки сколько рядов с прибавками нужно провязать с каким ритмом нужно делать прибавки сколько всего сделать прибавок сколько потом будет петель на спицах все здесь вам посчитает калькулятор точно также мы вяжем полочку здесь указаны ряды в которых нужно провязать будет и скос плеча и вырез горловины и где расставить маркер и все вам покажет калькулятор вот в этом еще тут все понятно расписано вы свяжите свою футболку прям на раз два три так девчонки после того как ваши параметры будут занесены сюда можно сделать распечатку то есть я вот сейчас вот так выделяю мышкой захватила да и выделяю все описание вот все ваша футболка готова дальше нам не надо то есть те параметры которые мы заносили мы не будем использовать во время вязания поэтому мы эти таблицы оставляем без изменения выделяем только вот все описание идем файл так 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 печать печать вот смотрите вот здесь вот напечатать активные листы у меня сейчас я выделяю здесь напечатать выделенный фрагмент и вот всего у нас три страницы а если мы еще сделаем так 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 альбомная книжная ориентация так 1 2 смотрите пустые странички то есть всего на двух листочках вот это описание у вас будет с одной стороны напечатали с другой стороны напечатали и все вот даже полторы странички все уместилось сильно много бумаги вам не надо но либо можете вязать с телефона если вам это удобно как распечатать я вам показала и так девочки что нужно сделать в этом уроке то есть мы набираем петли на спицы начинаем вязать спинку соответственно полочка будет вязаться точно также возвращаться и к этому уже не буду выбираем тот вариант планки по низу который вы хотите да я например вот своей футболки выбрала платочную вязку вот у меня маленький краешек платочной вязки так вот видите по низу проходит по рукавам и по горловине то есть это выглядит вот так примерно в детской футболки я выбрала так сейчас покажу в детской футболки у меня резиночка по низу по горловине и по рукаву идет то есть сам рукав я даже не вязала просто вместо него связала вот такую вот планочку чтобы ребенка были более открытые руки чтобы солнышко больше попадало в общем пусть загорает то есть вы набрали количество петель который вам рассчитал калькулятор и вяжите расчетное количество рядов спинки потом точно также и полочки без изменений то есть не делаем никаких не прибавок не убавок то есть вяжем в моем случае лицевую гладь вдруг вы захотите вязать какие-то узоры то есть прямое полотно будет вот до того как мы начнем делать прибавки и еще хотела вам сказать как можно использовать калькулятор посмотрите вот у меня футболка девочка стоит боком то есть видно и спинку и полочку если очень сильно приглядеться да ну все равно вы ничего не увидите знаю только я эта футболка связана из разной пряжи сейчас расскажу в чем суть когда в прошлом году мы с вами вязали майку я брала здесь у себя в городе в магазине два вида пряжи белый она одинаковая по цвету беленькая красивая одна была стопроцентный хлопок ализе бахар 2 лира там было по моему немножко акрила в составе так вот я майку связала из лиры а бахар у меня целый моток был я думаю ну чё девочка у меня тут маленькая сейчас из этого моточка есть вижу футболку но футболка же маленькая тоже будет но не учла что девочка то подросла так вот связала я спинку потом половину полочки поняла что у меня моток то закончился думаю ну я сейчас быстренько сбегаю в этот же магазин и куплю опять же я же брала то в прошлом году пришла нет конечно же там не лиры не бахара и вообще ничего подходящего и похожего совершенно не было я значит в интернет по всем магазинам х белого нигде нет почему-то белый разобрали подчистую что делать я хотела сначала купить цветной какой-то бахар и связать перед цветным потом думаю ждать долго все-таки у нас доставка валбрисы растягивается уже чуть ли не на неделю думаю пока придет нам уже уезжать надо будет думаю нет ладно что-то надо придумывать посмотрела лиру у меня тоже там в порядка 100 грамм оставалось от майки я решила что и у меня тоже не хватит но потом посмотрел насколько они похожи и связала образец из этой лиры у меня получилось другая отличная от бахара плотность вязания но в калькуляторе уже были заданы параметры то есть мерки все заданы на мою девочку я просто изменила плотность вязания в калькуляторе то есть смотрите как это все делается вот здесь вот поправила там допустим 2 и 5 ой полтора 2 и 5 поставила здесь 3 и ну 38 я не помню какие там были конкретно у той или у другой пряжи мерки и у меня все 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 пересчиталось то есть я связала точно такого же размера полотно на полочку и совершенно она не отличается от того который я связала для спинки другой пряжей понимаете да то есть вот если вы попали в такую ситуацию это буквально в два клика вы можете сделать расчет на свое изделие другой пряжи но может быть не в том случае когда у вас пряжа закончилась а может быть вы придумали такую футболку до разными пряжами связать то есть в один буквально в два клика делается расчет и калькулятор вам выдает те параметры которые нужно связать из другой пряжи вот используйте мой вот такой лайфхак все сейчас делаем расчет для спинки начинаем вязать до того момента пока не надо будет начинать делать прибавки для спущенного плеча